Всем добрый день! Мы едем за линзами. Я заказала линзы через Яндекс.Маркет и заказала самовывозом. И этот самовывоз, точку вот эту, откуда можно забрать, указала ближе к работе мужа, потому что я же вчера весь день с внучкой провела и не смогла бы там сходить забрать, если бы где-то здесь заказать. В общем, я не знаю, зачем я заказала в центре Москвы. Думала, что если придет смс о доставке, что прибыл на пункт выдачи, муж сходит и заберет. Но смс пришла только поздно вечером вчера. И вот теперь нам придется ехать в центр Москвы за этими линзами. Вот сейчас потеряем 2 часа, конечно, из-за этого. Да еще дороги ужасные. Ну что делать? Потому что там хранится 3 дня. Получается, еще завтра день. Но завтра 23 февраля, и день рождения у сына мы уже не сможем съездить. В общем, в следующий раз буду думать по-другому. Буду заказывать уже ближе к дому. А потом надо будет все-таки заехать в магазин и купить весеннее платьишко. Вчера мы не смогли так выбрать никакое. Не нашли ничего подходящего, чтобы нам понравилось. Вот поедем, наверное, сегодня заберем, купим, вернее, то, что в первый раз нам приглянулось. Вот. Всем хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Два раза дома обошли вокруг, а он внутри. Внутри дома такая галерея. Вот он тут. Сейчас будем собирать. Девочки, посмотрите, где я заказала линзы. Вот зачем мне надо было ехать в центр Москвы, в Красную площадь, чтобы забрать эти линзы несчастные. Вот. Мы находимся практически на Красной площади. где еще чуть-чуть пройти и попадем туда. Но мы не пойдем, потому что нам нужно домой. Вернее, в магазин заплатим. Вот, забрали мы свою посылочку. Больше заказывать так далеко не буду. Хотя дороги здесь в центре, это, конечно, получше, почищенные. Но все равно из-за этой вот одной маленькой коробочки ехать в центр Москвы, тратить время. Ну ладно, хоть нашли, потому что мы обыскали, обошли вот весь этот дом, весь дом вокруг мы обошли. И, представляешь, уже хотели ехать обратно, потому что мы не нашли. Спрашивали в каждом магазине, где есть Яндекс.Постомат, и никто нам не мог ответить, где он находится. Потом мы в середине дома, с торца увидели еще вход какой-то, но решили уж, ладно, еще сюда зайдем. А там оказался какой-то, я не знаю, подземный ход. Нет, это как не подземный? Как это? Не подвальный, как это называется. Скрытые там какие-то скрытые магазины, кафешки, магазинчики, такие вот небольшие. Постоматы. Это все внутри дома, в середине, внизу. Очень интересно. Я такое первый раз вижу. И вот там нашли. В общем, после минут 15, наверное, 20 мы ходили вокруг этого дома, уже хотели уезжать, и все-таки нашли. Ну, ладно, хорошо, хоть забрали. Все, сейчас едем заплатим. Зашли в пятерочку сейчас. Как всегда. Что-то нам нужно в пятерочке или еще в каком магазине. коньяк был, и водка. Средняя столка. Наконец-то мы приехали домой. Мы так устали. Все-таки ходить по торговым центрам это что-то утомительно. Ну, иногда бывает. Иногда мне нравится. Я хожу спокойно. Иногда прям что-то утомительно. Зашли в пятерочку еще заодно. Купили. Картошку надо было. Картошка, конечно, ну, не первый раз я вам говорю, что картошка плохая у нас тут. Но мне нужна была картошка, и я купила раннюю какую-то, но она на вид, по крайней мере, была лучше всех, и аж за 70 рублей. 69 с копейками там, килограмм. Вот. Ну, что делать? Мне нужна картошка. Яблоки купили какие-то, уже упакованные. Я особо не люблю упакованные брать, почему-то люблю набирать. А вот тут вот что-то уже устали, и поэтому взяли. Вот, купила себе мажетель, и творожок, и масло. Завтра испеку королевскую ватрушку. Ездили вот за заказом, получили в Яндекс.Маркете. Ну, я даже не буду показывать, что там линзы, и все. И самое главное, мы купили Есенички, внучки наши, подарок, платьишко, наконец-то. Все-таки мы купили вот платье, которое в селе мы первый раз увидели. Еще раз убедились, что оно самое лучшее из тех, которые мы видели. Оно, и, конечно, не передает прям красоту платья, камера, но все равно. Этот цвет, конечно, вот такой пудровый. Это вот такие какие-то махнушки, как они, какие-то ниточки, махнушки, такие нашитые по всему платьишку. Оно выглядит очень красиво. Оно, я так поняла, расклешенное такое. Оно с длинными рукавочками идет. тут вот как оборочка, но и еще пуговичка. Здесь тоже пуговичка сзади. В общем, и вот такие вот оборочки. Такой расклешоненький, но очень красивая. Так, подклад. Здесь есть подклад из натуральной ткани. Вот что мне понравилось, подклад из натуральной ткани. Потому что остальные какая-то там синтетика. У других синтетика. И, кстати, мы когда в прошлый раз заезжали, оно стоило 2 990, что-то так, около 3000 в общем. Сегодня мы заехали. Оно уже идет по скидочке 2500. И плюс еще дополнительная скидка 15% на все детские вещи. И оно нам обошлось. Так, оно нам обошлось в 1800. Оно нам обошлось. Вот, так что я очень довольна, потому что на самом деле это платьишко стоит того. Оно очень красивое. Так, еще мы купили, Есений просил еще кошечку белую. Но белых вот мы не нашли. Ну, нашлись чуть-чуть вот сереньким хвостиком. И тут на спинке и голова. вот такую кошечку серенькую. Беленькую купили. Милая. Вы знаете, столько кошек опять же пересмотрели мы. Я уже их смотрела и на разных, не только на белых, и на других цветов. И других цветов. Но они все какие-то страшненькие. А это такая миленькая. А это такая мордашка миленькая. Вот. Понравилась такая кисточка. И, конечно же, наконец-то я зашла в книжный магазин купить какие-нибудь развивашки. Но я так растерялась. Их там так много. И нужно время просто, чтобы выбрать это все. И все очень разнообразное. В общем, мне очень понравилось. Вот как-то когда когда вот еще даже буквально дети мои росли, да, не было такого разнообразия. А сейчас столько всего на любой вкус. Вот. Я взяла вот такие, вот такую 30 занятий для всестороннего развития ребенка. Игровые задания, таблица, результат, цветной пазл какой-то. Ну, так вот посмотрела в общем. Опять же, я пересмотрела кучу, но очень много времени занимает. Ну, тут просто такие задания и на логику, и на внимание. Ну, в общем, потом еще обязательно пойду, еще посмотрю, что-нибудь еще куплю. И вот такой вот карточка, алфавит в карточках. Игры с картами. Посмотрим. Я еще даже не разглядывала, просто взяла, увидела буквки какие-то и как раз мы это сейчас вот проходим. ну, начинаем все это вот изучать. вот купила я такие. Вот, так что мы с покупочками вернулись. Завтра у нас сейчас вот ноготь у меня тут отломился, буду ноготь один переделывать. Вот, и завтра у нас праздник. Завтра у сына день рождения, пойдем его поздравлять. А на сегодня всем всем хорошего вечера. Увидимся завтра. Всем доброе утро, мои хорошие. Сегодня 23 февраля. Всех мужчин с праздником, всех женщин, военнослужащих с праздником. я сегодня испекла вот такую королевскую ватрушку. Опять положила только киви. Ну, так, чтобы немножко украсить. Хаки. Муж говорит, хаки. Ну, в общем, значит, точно. Торт удался на 23, ну, не торт, а королевская ватрушка на 23 февраля. Но, в принципе, он может и за торт сойти, потому что очень вкусный. Так что всех мужчин с праздником. Завтракаем королевской ватрушкой. Муж говорит, очень-очень вкусный. Я не могу ничего сказать, потому что не чувствую вкусов. Ну, надеюсь, он не обманывает. Нет, серьезно, это очень вкусно и очень легко делать. Попробуйте. Всем приятного аппетита. Мы сейчас собрались к сыну поздравлять с днем рождения. Еле выехали, потому что у нас во дворах вот такие вот сугробы. Никто не убирает пока что и сложно очень выехать в машину. С днем С днем рождения! Любим тебя! Вот что подарили мы сыну на день рождения. Вот такие умные часы. Вот так они выглядят. Но они выглядят очень круто и нам очень понравились. Сын сказал, что ему тоже понравились. Тут еще нужно будет сейчас все это настроить. Я вам просто показываю. в тот раз я не стала показывать, когда мы покупали, чтобы сын не увидел заранее. Вот сейчас показываю. Так что вот такие часики. Мы уже пришли домой, поздравили сына с днем рождения, посидели немного и решили поехать, потому что сейчас приедут гости к ним еще, друзья, молодежь, в общем-то молодежная тусовка начнется. А мы поехали домой. Еще раз всех поздравляю с праздником с 23 февраля. Всех мужчин здоровья вам, счастья, удачи и всего хорошего. Редактор субтитров 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 субтитров